Расскажите, пожалуйста, почему Ваша компания решила принять участие в этой конференции? Ну, во-первых, это самая крупная российская конференция в области разработки рудных месторождений и демонстрации горного оборудования. Во-вторых, она масштабная международного класса. И, в-третьих, круг вопросов, который здесь поднимается, для нас профессионально очень интересен. Спасибо. Константин, расскажите, пожалуйста, о профиле деятельности Вашей компании. Ну, буквально пару слов о ВНИПИ промтехнологии. То есть, в недрах госкорпорации Росатом есть столбовые основополагающие ведомства и подразделения, то есть, числе которых находится ВНИПИ промтехнологии. Мы являемся единственным институтом, который специализируется на горнятском профиле, то есть, на создании, проектировании горнодобывающих предприятий. Вот, это в целом, да. Если конкретизировать нашу деятельность, да, то мы строим добывающие предприятия. Звучит амбициозно, но действительно так. То есть, начиная от научных исследований и заканчивая инженерно-сопровождением предприятий, это все в сфере нашей компетенции. И научные разработки, и в том числе, как основной конек нашей деятельности, это проектирование. Константин, расскажите, пожалуйста, о перспективных разработках своей компании. Наиболее перспективными разработками минувшего периода в нашей компании не является технологией попутной добычи полезных компонентов из урансодержащих растворов, таких как скандий, редкоземельные металлы. Технологии с минимальными капитальными вложениями добычи полезных скопаемых это кучная вычелочная, блочная подземная и скважная подземная вычелочная. Ну и, конечно, безусловно, наш конек – это технология подземного захоронения жидких, радиоактивных и токсичных отходов в подземном пространстве. Кто является заказчиками вашей компании? Основным заказчиком, естественно, является госкорпорация «Росатом», но мы очень много сотрудничаем с предприятиями вне контра государственной корпорации. Это крупные добывающие предприятия, это государственные ведомства, это те компании, которые только готовятся получить лицензию на недропользование, ну и нефтегазодобывающий сектор. А подскажите, пожалуйста, что вы считаете конкурентными преимуществами своей компании? На эту тему очень много можно сказать, но мы считаем, в первую очередь, это наша конкурентная преимущество – это наша открытость и ответственность. То есть что мы под этим понимаем? Мы имеем открытые ценообразования, то есть заказчик открытый цен может всегда контролировать расходные средства, также у нас открытый график работ, то есть все контрольные точки, они предоставляются после заключения договора. Ну и, естественно, заказчик может на 100% быть уверен, что мы несем ответственность за результат, как и дочернее предприятие госкорпорации «Росатом». Мы сопровождаем наших заказчиков, в том числе после выполнения работ. Это и защита работ в государственных комиссиях, такой как ФАО «Глава госэкспертизы России», и на начальной стадии, вплоть до заключения договора. Это согласование и подготовка технического задания на выполнение работы. А какие планы у вашей компании на ближайший год в части проектов? В части наших ближайших планов могу сказать следующее. То есть мы активно развиваем наши научные направления. Этот год мы хотим наполнить новыми заказами, сформировать пул проектов в сфере научных исследований. Это не значит, что мы будем отказываться от наших основополагающих направлений, таких как проектирование и реализация уже действующих проектов, среди которых, безусловно, это «Рудник-6» приоргонского производственного химического комбината. Это участие в освоении месторождения Павловская на архиплаге «Новая земля», месторождение Свинцова-Цинкова, естественно, и хранилище подземных отходов в Нижней Каннском массиве. А какие задачи на ближайшее время являются наиболее приоритетными? Наиболее приоритетными задачами на ближайшее перспективу для нас является развиваться как целостная, конкурентоспособная инженерировая организация. Это наша цель. И, естественно, выполнять новые проекты в интересах наших заказчиков. А какие перспективы у Вашей компании в области международного сотрудничества? Перспективы очень даже хорошие. Мы планируем развить сотрудничество с заказчиками из стран СНГ, включая Казахстан. У нас уже есть на территории Киргизии и Таджикистана два филиала. Мы активно работаем по направлению страны СНГ. Также мы очень хотим продолжить наше сотрудничество с немецкими контрагентами. Уверен, что получится в свое развитие наш совместный проект с компанией RCT в сфере внедрения машин дистанционно управляемых в подземном горном пространстве. Хорошо. Большое спасибо за интервью. Спасибо Вам. Спасибо. 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 Спасибо.